На очередном заседании, которое прошло под председательством главы района Заура Хамирзова, обсуждались вопросы, связанные с обеспечением безопасности на дорогах. Присутствовали члены комиссии, представители правоохранительных органов, структурное подразделение администрации, а также главы сельских поселений. Были рассмотрены вопросы профилактики дорожных происшествий, включая случаи с участием несовершеннолетних. Начальник отдела ГИБДД Азамат Курашинов представил отчет о состоянии аварийности на территории района. По итогам 6 месяцев 24-го года на территории Гошхабрского района было заявлено 10 дорожных транспортных происшествий. В прошлом году у нас было 11, в котором 2 человека погибли, и 13 человек получили телесные повреждения. В прошлом году у нас 1 человек погиб, и 13 получили телесные повреждения. Основными причинами дорожных транспортных происшествий в стадии следующего нарушения права дорожного движения – это выезд на встречную полосу дороги, один случай, где один человек погиб. Нарушение правил перевозки пассажира – это падение пассажира, один случай, в котором погиб малолетний ребенок. Проезд перекрестка – неправильный выбор дистанции. С целью упряжения в течение факторов возникновения дорожных транспортных происшествий, снижения уровня аварийности, нами проведен тотографический анализ состояния аварийности с определением концентрации между дорожным транспортным происшествием, времени, характером совершения ДТП. Указано в период раме инициативно подготовлено и проведено 35 мероприятий профилактического характера по снижению ДТП. Среди них следует обозначить церковно-штабные мероприятия с привлечением сотрудников отдельного батальона госсоциальной инспекции, органов власти, общественности, телевидения и СМИ. По итогам проведенных мероприятий было выявлено и пресечено 52 административных правонарушения, в том числе 2 инфрезер-производителя. Заместитель начальника управления образования Нурет Бричева рассказала об организации профилактической работы по дорожно-транспортному травматизму в образовательных учреждениях. Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма всегда занимала важное место в деятельности образовательных организаций и не потеряла свою актуальность на сегодняшний день. Воспитание культуры поведения на улице – это актуальная задача сегодняшнего дня. Правила, условенные в детстве, в дальнейшем становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью. В целях недопущения таких случаев образовательными организациями района ведется работа с родителями. Работа эта ведется на родительских собраниях, начат подниматься вопросы безопасности дорожного движения, профилактика предупреждения дорожно-транспортных происшествий, проводятся беседы по сообщениям о дорожно-транспортных происшествиях с участием совершеннолетних. Со стороны администрации проводится проверка правильности и систематичности заполнения журналов инструктажа, обсуждения вопросов по профилактике дорожно-транспортного происшествия на совещании при директоре, планерках, педагогических советах, посещении учебных занятий и внеклассных мероприятий по данной тематике. Достижение положительных и долгосрочных результатов организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма возможно только на основе комплексного подхода к решению вопроса детской безопасности на дорогах и профилактике травматизма. Такой подход включает в себя учебную и учебную деятельность. Также был обсужден вопрос состояния автомобильных дорог местного республиканского значения. Инженер Кашхабльского Дерсиона Альбихамуков представил соответствующую информацию. В ходе заседания также рассмотрены вопросы о штрафах за нарушение правил дорожного движения, а также о мерах по предотвращению управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения среди населения. Комиссия по безопасности движения рассмотрела результаты проведенной работы и приняла необходимые меры, а также разработала рекомендации. Решения направлены на снижение аварийности и увеличение безопасности на дорогах в районе.